Всем привет! Вот добрался я наконец-то до заднего плафона, вот этого центрального. У меня спрашивают, как его снять, чтобы ничего не поломать. Про переднее я уже делал видео, кто не видел, ссылочку оставлю в описании и в подсказочке. На самом деле вам нужна какая-нибудь плоская вот такая вот монтажечка, ну любой предмет, который вы можете вставить вот в эти вот отверстия. Здесь их два. Смотрят они в сторону лобового стекла. Берем наш плоский предмет, вставляем вот в эти специально предназначенные для демонтажа отверстия и вот так вот рычажком давим, и оно легонечко снимается, ничего не ломается. Все, сняли. Вот эти вот ушки, которые я говорил, одно, второе, они входят вот сюда вот в эти отверстия и вставляем ее обратно точно так же. Завели ушки и нажали. Ну, перед тем, как мы нажмем, хочу показать вот эту вот плату, которая у меня стоит. В оригинале здесь стоит просто обычная вот такая лампочка с нитью накаливания. Ее я заменил на вот такие вот диоды. Они достаточно яркие такие. Ночью, в общем, видно все очень хорошо. Такие продаются и на Алиэкспресс, и уже и в Украине, и в России. Там везде такие есть во всех магазинах. Выбирайте себе. Я лично делал на заказ через одного хорошего человечка, и мне до сих пор нравится. Все работает уже больше года. Если же вам по какой-то причине необходимо снять весь плафон, например, проверить проводку или демонтаж потолка, то вам необходимо вот две защелочки. Одну нажимаете, и по диагонали вторую. И все. И после этого плафончик снимается. Как всегда, монтаж в обратном порядке. Вставляем. Контролируем, чтобы защелки стали на свои места. То есть они должны быть не вот так отстегнутые, а они должны застегнуться. Одна и вторая. Все. Проверяем на всякий случай, чтобы у нас все работало. Все отлично. Вставляем на место стекляшку. Красота. С вас лайкосик. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...